Добрый день, Добрый день, Жень Добрый, с вами Зуртан Халтаров и Андрей Григорьев. Сегодня будем разговаривать о политических элитах Татарстана и Бурятии, а пока послушаем музыку. Небольшие технические сложности, музыка не запустилась, но ничего страшного. Андрей, здравствуй. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Неделю назад мы так довольно неплохо начали и решили продолжить. Я надеюсь, что интервью с тобой превратится в некоторую серию, серию подкастов, которых мы будем обсуждать наши регионы, Бурятию и Татарстан, может быть и соседние регионы. В том числе внутренние проблемы, которые неизбежно возникают теперь уже на фоне войны, на фоне санкций. Так что давай приступим к, наверное, начнем с Татарстана. Давай. Что ты можешь сказать, что из себя представляет нынешняя элита Татарстана? Как она делится? Делится ли она по национальному признаку или же в, так скажем, политическом, экономической, ну и вообще всей жизни доминируют, так скажем, татары? И можно ли вообще вот такого поделить? Ну, наверное, если мы говорим в общем о, так скажем, элитах, которые управляют республикой в течение последних 30 с лишним лет, то, наверное, все-таки неправильным будет слово, что это вот элиты формировались исключительно по национальному признаку. Да, вот некоторые критики режима Шаймеева еще использовали такое слово «этнократия». Но это не совсем корректный термин, даже, точнее, совсем некорректный, потому что представители элит, они подбирали себе кадры окружения, скорее, исходя из других признаков. Например, землячество, общее комсомольское, коммунистическое прошлое, вот это вот были всегда ключевыми моментами. Ну, да, да, можно сказать, что преобладали татары, но лишь потому, что, ну, например, когда ты подбираешь себе аппарат по признаку землячества, естественно, ты из какой-то своей деревни, там, чаще всего, например, татарской в данном случае, действительно подбираешь себе руководящие кадры. Что еще можно сказать? Вот эта вся система выстроилась, она работала. Шаймеев у нас управлял два десятилетия уже после распада Советского Союза республикой, и в конце нулевых, в десятом году, по-моему, он передал полномочия своему преемнику, Рустаму Мениханову. Передал, я так подозреваю, не с чистой совестью, так и не с облегчением, поскольку это был в некотором роде форсированный вариант. Федеральный центр тогда как раз начал активное наступление на губернаторскую фронту, так называемую. На самом-то деле он начал ее еще в самом начале правления Путина, но вот это вот такие видимые прямо явные изменения, они как раз вот пришлись на конец нулевых, на десятый год. Мы на прошлом эфире, на прошлом интервью мы как раз эту тему затронули, когда сравнивали Башкортостан и Татарстан. Ты говорил о том, что в Башкирии клан Муртазы Рахимова полностью был исключен из политической жизни, а в Татарстане за счет того, что там какая-то определенная преемственность была, Шаймеевы еще, я так понимаю, остались во власти. Вот кто такие Камиль и Тимур Шаймеевы? Это дети Шаймеевы или какие-то родственники, или может однофамильцы? Ну, давай я так скажу, что у нас вообще Шаймеев, он приватизировал нефтянку, да, изначально нефтянку, потом еще, ну, был создан такой вот холдинг Таиф. Тогда, по крайней мере, в начале, в 90-е он означал татара американские инвестиции и финансы и означал выход на некий, значит, международный уровень и означал ту высокую планку, на которой замахнулся еще суверенный Татарстан, который действительно позволял себе очень многое, в том числе, чтобы было, несомненно, положительно общаться на международном уровне без оглядки на федеральный центр. И, собственно говоря, так получилось, что сыновья Шаймеева, Айрат и Радик, они в какой-то момент действительно и сейчас, по-моему, возглавили списки Форб, стали миллиардерами. И, собственно, молодая поросль, действительно, она подросла уже, подросли внуки, там, всякие внучатые племянники, и вот все эти люди, они составили, так скажем, новую бизнес-элиту. Ну, естественно, эта бизнес-элита была прочно аффилирована с республиканской властью, по понятным причинам этой бизнес-элите доставались все самые лакомые куски на рынке, они снимали сливки. И, если говорить вообще об экономике, то Шаймеев, он, ну, такую стал строить, очень государственную, так скажем, модель экономики с госсектором, с корпорациями, где республика присутствует либо в виде акционера, либо просто все жестко контролирует. Он начал выстраивать такую вот модель, которой в результате пришел Путин еще в 90-е годы. Ну, то есть, получается, смотри, можно вот эту всю систему назвать, то есть, в этом отношении Татарстан, он, скорее, похож, да, получается, в своей внутренней финансовой и политической политике, да, и построению вот этой всей системы, он больше похож на федеральный центр. Потому что я могу сказать, что по Бурятии в регионы никто не смог и не изруководить или выстроить не то чтобы систему первого уровня, да, но и второго, третьего эшелонов. То есть, это видно и по системе образования, и по медицине, по другим отраслям, например, в которых достаточно большое количество просто, ну, в силу, так скажем, полученного образования представителей бурятской нации, например. То есть, там очень много таких тонкостей и нюансов. Я вот почитал одну же такую статью, и там было написано о том, что Татарстан можно представить как корпорацию. Да, это безусловно так. Ты согласен с этим. Помнишь, мы еще говорили по поводу того, что на прошлом эфире о том, что был там такой деятель, который все бетонировал. Да, да, да. И он, кстати, остался. У него там до сих пор какие-то зитья всплывают. Вот один из его детей там благополучно, как мы сейчас выяснили, возглавил, значит, корпорацию Данон. То есть, просто взяли, активы передали частично ему. Частично там, по-моему, кто-то из Чечни еще вошел. Да, из Чечни там. Поэтому мем ты опубликовал там, что Данон превратился в Дон. Совершенно верно. А еще вот чувак, это, собственно, ну, так скажем, уже, ну, зичек, зиганшина. А вот, слушай, не наводят ли, ну, там я, конечно, так почитал, там, русских оппозиционеров в основном, да, и они там довольно так как-то с юмором, что ли, восприняли эти назначения. А с другой стороны, думаю, а в свое время же ведь в 90-е, в 2000-е годы таких же сынков назначали, непонятно, где это ли. Ну, только из среды там бывших коммунистических деятелей, там, среды вот бывшей, так скажем, этой советской элиты, российской элиты. Ну, и ничего вроде как работало. Потому что я однажды встретился с своим знакомым, который работал в такой организации сервисной, да, по обслуживанию. И вот в середине 2000-х годов там было управление международное исключительно. Но потом они вынуждены были этих экспатов менять на местные кадры, и вот мой друг жаловался по поводу того, что ушли американцы, ушли европейцы из управления, и стал все хреново, то есть пришел русский, так скажем, управленец, и в итоге это привело к тому, что, ну, возникла, так скажем, недружественная атмосфера во всей этой деятельности. Так что я думаю, что разницы нет никакой, кто возглавляет, потому что глава-то может быть один, а важно, кто управлением занимается. И вот хотелось бы еще, ну, как бы спросить тебя по поводу вот того факта, что сейчас многие, значит, представители Татарстана, да, которые карьеру свою делали в Татарстане, они пошли на повышение там на федеральный уровень. Сейчас промелькнула информация, что были какие-то выборы в какое-то подразделение ООН, и один из представителей Татарстана там занял какую-то должность. Да, ну смотри, сразу я, во-первых, уточню, еще немножечко расширю информацию по Данон, по новому совету директоров. Туда попал еще такой интересный чувак, Ментимер Менгазов. Я так подозреваю, назвали его по имени в честь, значит, Ментимера Шаймиева, а это вообще сын очень крупного татарстанского функционера, который сейчас уже оказался в Апале, Вагиза Менгазова. Так вот, Вагиз Менгазов, он, значит, когда Шаймиев выстраивал вот эту свою, значит, такую корпоративную экономику, Вагиз Менгазов стал королем, ну, его назвали молочным королем. Он всю молочную промышленность, активы из нескольких десятков заводов подмял под себя. Он был практически монополистом, он просто выдаивал крестьян до последней копейки, он назначал им такую закупочную цену за молоко, что просто им нечем было кормить коров. Ну, это, кстати, ситуация с вот этими молочными заводами, она одинакова. И в Бурятии, и в соседнем регионе Якутия, да, представляешь, там, несколько тысяч километров между Бурятией и Якутией, вот так называемые гормолзаводы, еще с советского времени, которые достались, их сраным образом возглавляли буряты какое-то время. И там действительно с этими гормолзаводами огромное количество коррупционных дел, там эти руководители этих заводов кидали всех и вся. И один из самых последних вот случаев, ну, это несколько лет назад было, когда, значит, не оплатили компанией Тетропак за упаковку поставленную. И там суммы были довольно приличные, 20 или 30 миллионов. И, да, я бы не договорил про саму ООС, собственно, это я все рассказывал предысторию про Папашу Вакиза Менгазова, который беспределил там разными способами, но не будем сейчас о нем останавливаться, он ушел в тень. Так вот, как ты думаешь, вот такая вот гигантская республиканская корпорация с такими активами, с такими преференциями, чем она все закончила? Ну, я думаю, что они просто выдаили все, что возможно, получили субсидии на свою деятельность и налоговые льготы на все, что возможно, и потом, наверное, они, значит, искали какого-нибудь инвестора и продали все это. Либо обанкротили полностью. Вот, вот, вторая версия. Сначала обанкротился, в общем, сам Вамин Татарстан. А Вамин, он назван так в честь Вагиза Менгазова по первым буквам, да, сложившимся из имени и фамилии. Вот, а потом еще и Вагиза Менгазова признали, собственно, личным банкротом, да, физлицом банкротом. И чтобы как-то вот избавить его от всех назойливых кредиторов, а это были ведущие банки республики на тот момент, Вагиза Менгазова еще перебросили в качестве сенатора в Совет Федерации. Ну вот, но тут выясняется интересное. Вскоре всплывает его с ног. И вот эти вот, казалось бы, уже обанкротченные-то активы, которые должны вот в собственность кредиторов попасть. Почему-то вот сын Вагиза Менгазова, Ментимер Менгазов возглавляет какую-то новую структуру, тоже можно сказать холдинг, в меньших масштабах, но тем не менее. И в этом холдинге вот, значит, все это добро частично собрано, опять, которое принадлежало до этого Вагизу Менгазову. И сейчас, видим, мальчик делает успешную карьеру. Он, значит, продвинулся до того, что его включили вместе с зятем Азиганшина в Совет Директоров Данон. И самое еще интересное свойство вот этой вот молодой поросли татарстанской элиты, я посмотрел, чем вообще парень живет, оказывается, такой зят-патриот, знаешь ли. Ездит там куда-то, значит, там, в Новороссию так называемую, там фотографируется с большой буквы Z на животе. Другое направление его деятельности не менее успешный. Он, как и Рустам Мениханов у нас, активно дружит с Чечней. Ну, с руководством Чечни я имею в виду, нынешним. Значит, Рустам Мениханов, понятное дело, напрямую с Кадыровым, а этот тоже с кем-то там из министров дружит, пишет-то, выкладывает фото в Инстаграме. Вот, посмотрите, мы тут с дорогим братом. Ну, ты знаешь, в свое время, ведь я помню, в 90-е годы Шамиев прямо на федеральных каналах, он говорил, что в Чечне не будут служить ни один из призывников, который был признан в Татарстане. То есть, это был пиар-акция, пиар-проект, или же действительно такого не происходило, когда срочников отправляли, значит, вот на эту войну, на первую чеченскую, и я думаю, что на вторую чеченскую тоже не отправлялись. Или это был пиар-проект, или это действительно настолько силен был Шамиев, что мог сказать федеральному центру, что мы своих солдат, татар, не отправим убивать чеченцев. Что ярко сейчас коррелирует с татарскими властями сейчас, которые там уже сколько, пять или шесть полков сформировали, для того, чтобы отправить, значит, вот пушечное мясо этих мобилизованных на войну в Украине. То есть, вот все-таки сильно изменилось. То есть, федеральный центр все равно все-таки продавил вот этот Татарстан и практически уничтожил в нем какое-то свое. Да, но я так понимаю, что они, уничтожив политическую самостоятельность, они все равно какие-то преференции дали, да? То есть, можешь прокомментировать? Да, конечно. Смотри, ну, начнем, значит, с середины 90-х, когда действительно Татарстан и лично Ментимир Шаймиев, они критиковали войну в Чечне, и в том числе следили за тем, чтобы туда не отправляли срочников. Ну, я не помню, в какой мере, в какой степени, наверное, все-таки кто-то из срочников попадал, но факт остается фактом. Татарстан действительно стремился по максимуму тогда оградить своих срочников от этого. Но тут две вещи. С одной стороны, Ментимир Шаймиев был более значимой фигурой на тот момент, да? Он действительно был известен и на международной арене, и внутри России такой яркий довольно представитель региональной власти был. А с другой стороны, тогда ведь еще в самом Татарстане не было полностью деформировано вот это вот гражданское общество. И поскольку люди в Татарстане, например, те же националисты татарские, они очень резко негативно, естественно, воспринимали вот эту начатую в Чечне так называемую контртеррористическую операцию, естественно, это давление еще, оно доходило и до Шаймиева. Он вынужден был и перед обществом как-то оправдываться и предпринимать какие-то шаги. И тот же самый Верховный Совет, по-моему, ну не помню, может быть, он тогда, вернее, Госсовет Республики Татарстан, по-моему, тогда он еще Верховный Совет назывался, если не ошибаюсь, да? Там тоже были еще достаточно независимые фигуры, и, соответственно, вот люди это продавливали. То есть Татарстан вот некоторыми еще плюсами демократии, еще тогда не уничтожены, не задавлены, не демонтированы, он тогда пользовался. Это служило действительно на пользу выходцам из Татарстана. Так, второй вопрос у нас был, что сейчас у нас получилось с татарстанскими элитами в условиях войны, да? Да, да, то есть вот я так понимаю, что, ну, это общее направление для всех регионов, не только для Татарстана или для Бурятии, но вот почему мы выбрали эти темы для наших слушателей, напомню о том, что, ну, я из Бурятии, Андрей из Татарстана, и Татарстан вот почему интересен, потому что, ну, действительно, это самый богатый, самый крупный, самый дотационный регион. Нет, 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 как раз Доновский. Доновский регион, извиняюсь, Доновский, безусловно, регион, и в котором сейчас, в том числе, развернулось огромное прямо предприятие в таком центре Елабуга, да, если не ошибаюсь? Это была особая экономическая зона. Особая экономическая зона, где вот сейчас собирают, значит, из каких-то деталей, судя по всему, там, отверточная сборка, да, дронов, которые вот сейчас бомбардируют непосредственно Украину, которая уже используется. Я так понимаю, что производство, по тем данным, которые было написано, ориентировочно 100 тысяч дронов в год. И вот, как ты думаешь, это сейчас возникло производство, или все-таки они к нему готовились? То есть, эту Елабугу подготавливали заранее для того, чтобы там начать производить какие-то средства, вот, уничтожения? Нет, смотри, если мы берем Рустама Миниханова, так вот, скажем, приемника Ментимера Шаймиева, то он действительно такой вот в каких-то вопросах крепкий технократ, хороший менеджер, крепкий такой хозяйственник. Другое дело, что он исходит, я так понимаю, из принципа «деньги не пахнут», да, то есть, он как-то вот не занимается политикой, не углубляется в политический вопрос. Татарстан в свое время создал вот эту очень такую хорошую площадку, особая экономическая зона Алабуга, собирался туда заманивать западных инвесторов, естественно, заманивал. Ну, все это вертелось, пока, собственно, не стало накрываться медным тазом, в результате, сам понимаешь, каких событий. И вот, чтобы это все не простаивало, там гигантские площади, это в поле, там, действительно, заводские корпуса, вот, ну, быстренько Татарстан подсуетился, нашел новую схемку, что вот теперь, значит, можно там собирать дроны. Ну, а что, деньги же не пахнут, и главное, производство есть, новые рабочие места. Ну, да, вот до меня дошла информация о том, что там в некоторых СМИ опубликовали о том, что ввели санкции против петербургской какой-то компании, которая в Питере находится, в еще пока несвободной вольной ингрии, привет Максиму, Денису. И оказалось, что одним из таких крупных поставщиков деталей, вот в эту военную какую-то корпорацию, является уроженка Бурятии, которая там больше 14 лет живет в Китае, в городе Гуанчжоу. Ну, и я там вышел на некоторых людей, с которыми знаком, значит, обратился за комментариями по поводу того, что, а как это вот так. Ну, и оказалось, что они являются маклерами, и маклеров там достаточно много, в том числе выходцев из Бурятии, и они просто делают деньги. Это к вопросу тому, что, как Китай, ну, вот обходят эти всякие санкции, да, то есть, и в некоторых СМИ появляется информация о том, что Китай совершенно не помогает, да, значит, России в ведении агрессивной войны. Но, тем не менее, оказывается, что большая часть вот этих составляющих, этих современных дронов, там различных других устройств, оно произведено в Китае. Там стоят вполне возможно, что чипы, произведенные там в Южной Корее, США, Франции, Японии, да, и все это вот через маклеров, которые, ну, как бы формально не связаны там с Китаем, из какой-то вот свободной экономической зоны китайской, продают, значит, в огромных партиях, там, тоннажных количествах продают, значит, какие-то детали, да? Ну, да, мы знаем, что... Это неудивительно. Мы знаем, что и, собственно, руководство Павловских республик, и Татарстан в том числе активно и заманивало, и продолжает заманивать как раз китайских инвесторов в Татарстан, в соседнюю Чувашию, в Нижегородскую область. Ну, это, да, понятный процесс. Тем более сейчас, когда выбор-то не особо большой, собственно, с Китаем, я так полагаю, сотрудничество расширяется и углубляется. Но мы чуть с тобой не забыли еще одну тему. Ты упомянул местного чиновника, который возглавил в результате у нас в октябре 2022 года консультативный орган при ООН. Вот это действительно очень интересно. Это еще один, так скажем, тоже он изначально птенец такого гнезда Шаймеевского. Это мэр Казани, уже бессменный с 2005 года, Ильсур Раисович Медшин. Так вот, сначала он довольно давно уже пытается блистать на международной арене, поэтому долгое время вот эти его игры с какими-то там международными всемирными ассоциациями там городов и местных властей, ну, горожане воспринимали как очередной такой блаш. Ну, хочется мэру попиариться, хотя это, конечно, пиар был неизменный, я так догадываюсь, за наши деньги. Ты знаешь, вот, по-моему, лет 7 или 8 назад в Бурятии тут же пошла вот эта тема касаемо городского планирования, там появились, значит, какие-то местные такие доморощенные специалисты по градостроительству, как они называются, такое название интересно. Урбанисты. Урбанисты, да, там всякие разные, вот как надо правильно садить деревья и все проще. То есть, мне кажется, что это связано вот именно с деятельностью Медшина, потому что вот джентрификация, там перенос вот этих старых индустриальных предприятий и так далее, я так понимаю, что в Казани наряду с Москвой, например, в то же самое время начался, нет? Я ошибаюсь? Я думаю, все-таки несколько позже, да, но, безусловно, там и десант из Москвы высадился в итоге таких людей, которые из команды, так скажем, Собянина и какие-то архитектурные бюро, близкие к московскому руководству, они в результате вместе с татарстанским руководством активно года так с 15-го осваивали вот денежки на развитие общественных пространств. А вот, мне кажется, я когда в Польшу приехал, и сейчас часто в новых районах Варшавы бываю, ну и ты тоже, наверное, бываешь часто, не наверное, а точно, и я заметил поразительную схожесть некоторых варшавских проектов, да, с тем, что предлагается, допустим, в регионах, конкретно у нас в Бурятии. То есть я заметил, вот этот известный в Варшаве район Мордор, да, он практически как бы полностью перенесен в Улан-Удэ, где собираются в затопляемой зоне, да, в исторический центр будут полностью сносить, и там примерно, похоже, будут создавать пространство, но они планируют, по крайней мере, эти чиновники. То есть у меня такое ощущение, что на самом деле много чего Россия просто-напросто тырит в Польше. Например, это связано там с системой медицинского обслуживания, частично скопировано там, я думаю, что какая-то часть по поводу экономики, да, то есть создание новых производств, например, свиновод, свиновод, сельским хозяйством тоже скопировано, по-моему, из Польши. Ну, смотри, тут есть, наверное, два все-таки замечания. Во-первых, когда действительно я сейчас в Польше, когда вижу какие-то общественные пространства, набережные рек, там, каких-то водоемчиков, парки, я действительно вспоминаю, что много идей было скопировано той же Казанью, да, но есть один существенный нюанс. Все-таки в Польше, во-первых, исходят, как мне кажется, из ценности самого зеленого пространства, а в Казани и в других российских городах исходят из ценности строительного материала, который закладывается в обустройство парка. Например, в Казани в 15-м году появился такой вот термин из Новояза «Мы вам построили парк». То есть парк это, значит, не разбивают уже нынче у нас, не засаживают кустарниками, деревьями, а вот именно строят. Чем больше строительных материалов-то вложил, значит, тем... Да, и, наверное, опять же, очень много бетона. Конечно, и бетон, и там плиточку разную перекладывают. Вот, то есть, когда я смотрю, в Польше все-таки все эти решения скромнее, а не посредством, да, но поскольку налогоплательщики, я думаю, тут зубастые, они не дают так просто вот транжирить и перекладывать раз в год плитку в одном и том же парке. Сейчас плавно перейдем к такому вопросу, да, ну, поскольку мы немножко обсудили там верх элиты, да, то есть, ну, практически самую верхушку зацепили. Вот санкции, которые введены сейчас, значит, против путинского режима, как ты считаешь, то есть, нужно ли сосредоточиться вот национальным активистам, например, тем же татарским националистам, там, или регионалистам, может быть, с тем, чтобы вот эти списки санкционные расширить на всех вот этих чиновников, не просто взять тех вот бонс, да, которые являются, там, скажем, экономическими кошельками тех же кланов, да, например, но и расширить их и в том числе на чиновников, и в том числе на вот тех людей, которые, ну, просто богатые, там, отпрыски каких-то семейств, да, которые часто зачастую не попадают под санкции. Считаешь ли ты такую работу правильной? Да, безусловно, она правильная, ну, и я, опять же, проиллюстрирую примером, о котором я еще не успел договорить, это вот у нас Ильсур Медшин, мэр Казани, да, он сначала вот активно пиарился за счет вот этих международных структур, но, смотри, получается интересная вещь, он возглавляет консультативный орган при ООН, и его туда избрали в 2022 году, как я уже сказал, осенью, когда уже 8 месяцев шла война, и как его избрали? То есть он возглавляет еще евразийское представительство, там, некой международной организации, тоже завязанной там с той же ООН, и вот это евразийское представительство, оно, значит, насоздавало еще своих мелких представителей во многих городах России, может быть, и в Бурятии тоже, и в том числе в тех республиках, в тех государствах, которые находятся вокруг России, и, несомненно, находятся в сфере влияния России. Так вот, в Южной Корее, когда осенью 22-го года, подчеркиваю, проходило это самое голосование, высадился целый десант российских чиновников, я так полагаю, несколько десятков человек, и они обеспечили Ильсуру Медшину победу. Ильсур Медшин у нас член единой России, и, более того, он открыто поддерживал войну, вот, в частности, он помогал экипировать мобиков, которые, значит, там, на временном полигоне тренировались, он привозил им, там, по-моему, от мэра звучало, что им передают уазики, дроны, еще какие-то вещи, ну, то есть, явно, чтобы им легче было воевать, убивать украинцев и оккупировать, собственно, территорию Украины. И вот такой человек, он выступает на международной арене. А что он делает на международной арене? Он, когда его избрали, значит, на эту должность, он там начал рекламировать какие-то очередные кибер-игры, которые должны в Казани пройти в 24-м году. И говорит, пускай у нас здесь, в Казани, вот, в 24-м году собирается вся молодежь, которая со всего мира, которая свободна от предрассудков. То есть, вот, осуждение войны, он подменяет понятие, называет предрассудками. Ну, да, они вот водят такие наративы, это давно было, и понятно. Да, и дальше, дальше, он еще об этих своих успехах в международной арене на селекторном совещании отчитывается Владимиру Владимировичу Путину. Вот, ну и как вот такого человека и того же Мениханова, который лично курирует создание национальных батальонов, как того же Ментимера Менгазова, который вот, помимо того, что опять подминает под себя всю молочку, уже теперь и за пределами республики, еще ездят, значит, там, на захваченные территории России. Вот как их всех не включить в санкционные списки? Естественно, эта работа должна вестись. И, естественно, ну вот, недавно я выпустил продолжение своего расследования про деятельность мэра Медшина на международной арене, и там как раз мне спикеры четко говорят, ну, давайте, надо ввести презумпцию виновности, чтобы человек не ниже должности главы района, он подпадал в этот санкционный список автоматом, а уже потом доказывал, что нет, он не сотрудничал, он не поддерживал агрессивную войну, если сможет доказать. Ну, тем более сейчас местное самоуправление полностью уничтожено. Конечно. Я так понимаю, что в таких богатых регионах, как Татарстан, просто вот, допустим, если мои слушатели из республики Бурятия, они вот этих тонкостей не понимают, почему там от главы района, да, потому что глава района в Татарстане, я думаю, очень богатый, уважаемый человек, с большой собственностью где-то за рубежом в виде недвижимости, с какими-нибудь, значит, фирмами, которые являются фирмами вот этими однодневками, да, во всяких вот этих налоговых раях, там, типа Вирджинских островов, там, Киприи, там, или еще где-то, да, то есть, и с суммой на банковском счете вот 100 тысяч долларов, как минимум. То есть, в Бурятии все-таки наш регион очень бедный, он дотационный, численность населения, по-моему, в шесть раз ниже, чем в Татарстане, и, в общем, и клановая система, да, вот та политическая система, которая есть, она немножко другая. Ну, смотри, понятно, что и в Татарстане тоже район, район у Розни, есть не самые богатые районы, но тут ты прав, действительно, что местное самоуправление в России полностью демонтировано, а, опять же, возвращаясь к фигуре Шаймиева, я могу сказать, что в Татарстане оно было демонтировано еще в конце 90-х годов. Вот было такое явление, когда Ментимир Шаймиев выстраивал свою вертикаль, было такое явление, как бунт глав. То есть, собрались, 98-й год, по-моему, да, собрались, значит, ну, некие такие чиновники, номенклатура, которые были не очень довольны тем, что решения в республике принимаются авторитарно. То есть, там ничего, никакого заговора не было, как это пытаются постфактум представить или чего-то такого, ну, вот они просто хотели больше демократии, больше права выражать свое собственное мнение, чтобы Шаймиев считался и с теми, кто ниже его по статусу. Ну, бунт был жестоко подавлен. Один из, как бы, так скажем, заговорщиков, в кавычках, Алтенбаев, он покинул пост мэра набережных Челнов, перебрался, по-моему, там в Москве пытался потом карьеру сделать, ну, неважно, да. Ну, в общем, вот Шаймиев разогнал, сделал свою вертикаль, а потом оказалось, что эту вертикаль просто очень легко инкорпорировать уже в фашистское государство Путина. Потому что Путину стоило уже в нулевые годы договориться с одним лишь Шаймиевым, а элиты уже вышкалены в Татарстане, они послушны. Все взяли под козырек. Ну, конечно, то есть, когда вот, если русские оппозиционеры там говорят, что они оцепят там суверенитеты или федерализм, то есть, это на самом деле блажь, потому что вот Бурятия, это вот такой пример, который совершенно не взяли никакого суверенитета, ничего, за исключением просто, ну, скопированной Конституции, да. И, кстати, вот ты в самом начале разговора упомянул о том, что Конституция, ну, как бы Татарстан ввел непосредственно с другими странами какое-то международное сотрудничество, это по Конституциям 91-92-94 годов, которые в республике принято, это позволялось. В республике Бурятия вообще, в принципе, была даже строчка, что Бурятия является суверенной республикой. Правда, там еще было пояснение о том, что она еще является и... не является чисто республикой бурятского народа, представляет собой, ну, как бы, большое количество, так скажем, национальностей в нем проживающих. И вот если перейти плавно к Бурятскому, Бурятия, ситуация в Бурятии, то есть, у нас там любят очень сильно говорить о том, что в Бурятии существует клановость. Причем клановость, она именно с таким отрицательным, как бы, компонентом, да, то есть, клан подразумевает, что у Бурят только клановость существует. На самом деле, нет. И, допустим, многие... У нас там, кстати, очень сильное влияние национальное компонент, потому что, ну, в разные периоды времени на территорию Бурятия переезжали самые разные люди. То есть, там в первой волне колонизации участвовали в основном казаки, казаки, в том числе, из Украины, кстати, после разгрома там за различных гетманщины и там запорожских каких-то войск, там и так далее. То есть, бунтовщиков царская, царская еще московская власть, когда еще не была империя, ссылали вот на покорение, значит, восточных регионов, восточных земель. Потом это была большая колонизация, значит, в начале 20 века, Столыпинская. Также Бурятия была открыта как регион для торговли. В Бурятии очень большая диаспора, еврейская, кстати, она из Польши. И был такой известный тракт между Люблиным и Тобольском. То есть, вот два крупных архива по польским, так называемым, польским засланцам, по ссыльным, которых ссылали после большого количества польских восстаний, начиная еще с восстания Костюшка. Они шли вот этим трактором через Люблинскую цитадель, шли до Тобольска, там в Тобольске сверялись. То есть, сколько дошло, сколько не дошло. И потом уже дальше происходило заселение непосредственно за Байкаля. И центр такой был город Кяхта. Кстати, упомянут в Горе от ума, как Кяхта. Это был крупный центр чайной торговли, вплоть до открытия Суэцкого канала. И поэтому торговля, несмотря на то, что там небольшое количество людей для этого требовалось, тем не менее центр торговли был очень большой. И, соответственно, поколенческие, получается, как бы наслаивалось население. То есть, старорусское население, там были еще казаки. То есть, они сейчас уже, конечно, исчезли, но какое-то время были даже казаки-старобрядцы. То есть, они там делились на Нестарианского типа. Точнее, Никониане, извиняюсь, Никониане были, были старобрядцы. Еще различного толка. И еще одна большая крупная группа, которая при Елизавете или Екатерине Второй была переселена насильно, то есть, она была выкрадена из такого города Ветка или Вятка. Но это не та Вятка, которая на севере. А именно с территории Речи Посполитой было выкрадено большое количество старобрядцев. Это были городские жители, их расселили двумя потоками, одних на Алтай, других как раз в Забайкале. И сейчас эта этническая, так скажем, группа русских, которая называется у нас в Бурятии, семейские, они тоже составили часть кланов. И поэтому вот можно выделить три клана, три типа кланов, которые существуют. Это вот клан-секта, который представляет из себя семейских. Клан так называемых местно-русских. Это те русские, которые родились, достаточно большое количество поколений живут в Бурятии, среди бурят. Есть небольшая, сильная, сплоченная группа евреев, еврейский клан, но еще, естественно, буряты. Причем буряты делятся на два направления таких, так скажем, этногеографических. Западные буряты, которые живут в районе от Енисея, Ангары и Байкала. И восточные буряты, которые живут от Байкала, Селенги до Амура. Огромные такие, большие площади. Ну вот из них сформированы определенные элиты. И каждая там в республике Бурятия, например, когда-то отрасль, например, медицины, да, она была исключительно еврейская. То есть моя бабушка-педиатр, она помнит большое количество евреев-врачей, которые, ну, собственно, были, также проживали несколько поколений в Бурятии, обучались, потом шли, значит, в медицину. И постепенно буряты как бы заменили их в области, там, медицины, в области образования. Еще в каких-то некоторых областях традиционных, так скажем, нотариусы стали. Понимаешь, там, меняла денежные, там, и так далее. То есть в торговле буряты, конечно, не замечены, но обычно традиционно торгуют мясом, так скажем. А вот касаемо промышленности, то есть у бурят практически нет никаких предприятий, связанных с индустриальным производством, там, и так далее. Потому что изначально, хоть и планировалось там большевиками во время индустриализации создать такой кластер, да, где бы буряты из скотоводов, там, значит, переучивались в рабочих, да. Это была такая мысль, значит, социалистическая, сделать вот народ рабочий-крестьянским, да. Загнать в колхозы получилось, а вот индустриальную часть не удалось провернуть. Почему? Потому что это противоречило плавным Сталина по индустриализации и по заселению в том числе. То есть они понимали, что индустриарь, если будут буряты полностью завод, например, какой-нибудь локомотивогоноремонтный, и в нем будут постоянно работать буряты, то, естественно, они как представители пролетариата очень сильно увеличат свою численность. И в этом отношении промышленность вся, она практически полностью не находится в руках бурят. Вот я говорил о том, что гормолзавод, там еще какие-то, но это связано именно по сельскому хозяйству. И там, естественно, большое количество вот этих тонкостей было, когда фактически не то чтобы ниже себестоимости, а фактически они предоставляли молоко бесплатно под обещание заплатить, а в итоге не платили, а банкрачивались. То есть неоднократно те организации, которые, так скажем, закупали молоко, просто ничего не выплачивали. Ну, понятно, да, но я бы так в случае с Татарстаном такой глубокий исторический экскурс не стал делать. Мне кажется, достаточно ограничиться постсоветским периодом, потому что как раз вот мы и видим образование кланов не таких, как династии, да, как скажем, когда какое-то ремесло определенное передавалось от отцов детям, а именно кланов как в современном таком российском понимании, вот как кооператив «Озеро», печально известный всем, откуда, собственно, у нас вырос Владимир Владимирович и вся его команда, и в Татарстане, вот я говорю, это вот можно выделить два основных пути, это землячество и совместная работа, чаще всего какая-то, я не знаю, комсомольскими выжаками где-то на каком-то коммунистическом поприще. То есть, например, у нас есть такой очень известный промышленник, Николай, по-моему, да, Николай Колесов, который в какое-то время, вот он сдружился, значит, именно каким-то там, по-моему, будучи мастером на одном из заводов, с бывшим уже тоже мэром Казани Камилем Исхаковым, начал расти, подмял под себя предприятие оборонного комплекса в Татарстане. А подожди, Камиль Исхаков, он потом не возглавлял там федеральный центр, федеральные округи какие-то, нет? Вот возглавлял как раз, и он уже туда перетянул на Дальний Восток и Колесова. А Колесова там очень быстро сожрали местные элиты, буквально за два года, что ли, и всю команду чиновников, которая там высадилась вместе с ним. Вот, а потом Колесов, собственно говоря, как-то все-таки, или одновременно с этим он умудрился понравиться Чемизову. И, собственно... А теперь, получается, строят этот космодром Восточный, да, или как там? Нет, это Зиганшин там. Ну, я не помню, да. Но вот поскольку у нас Чемизов сейчас, ну, не сейчас, а последние, наверное, лет 10, он активно, значит, в свой Ростех он приобретал те татарстанские предприятия, которые, значит, там, имеют с точки зрения Чемизова и такой вот большой российской политики ценность. Ну, то есть он, получается, стал таким компрадором, в общем, да, то есть скупает для Чемизова какие-то активы в Татарстане. Он не то, что скупает, он сначала, ну, как бы сам там ими руководил, потом, видимо, ну, увидел, что более сильный, так скажем, феодал пришел и как бы пристегнул ему на верность. И вообще из Татарстана, ну, в той же, в той же структуре Чемизова, я смотрю, перебегает потихоньку народ. Есть у нас такой бывший мэр города Зеленодольска Сергей Батин. Там интересная с ним история была. По сути, как бы были обстоятельства, которые указали на то, что он, значит, заказал своего оппонента, заказал причем ментам. И вот по стечению обстоятельств покушение было не довезено до логической точки. Оппонент выжил, а дело, за дело взялся Следственный комитет России. Вот, но тоже он его не может до сих пор, это было еще в одиннадцатом году, а дело не могут довести до логической точки, там уже, которые судебные решения отменяют. Ну, так вот, чтобы спасти, собственно, вот этого мэра Зеленодольска, его срочно перебросили в Совет Федерации. То есть он тоже стал сенатором от Татарстана. То есть у нас Совет Федерации, Татарстан где-то уже последние лет 10-15 использует как скамью штрафников. Если ты наследил так, что за тобой уже сложно убрать, вот беги быстрее в Сенат, посиди там. Ну, кстати, в ТВ, я насколько знаю, бывшего главы караула, ему как раз более там даже попахивало тем, что кто-то кого-то убил. И я, правда, не знаю, какая там статья инкриминировалась или вообще инкриминировалась. Ну, в общем, человечка не стали продлять на должности. Ну, так поговаривают. И отослали в Совет Федерации. А у нас в Бурятии Совет Федерации отправляют как отставничков. То есть там сидели бывшие президенты. Первый президент Потапов, Леонид Васильевич. И второй президент, получается, после него тоже варяг. Получается, Наговицын, который по национальности, по-моему, являлся то ли муртом, то ли мордвином. Но, в общем, работал в Томске. И когда томские, значит, борцы с коррупцией и так далее, там, в середине 2000-х узнали, что Наговицын назначает Бурятию, они сказали, что Бурятия попадет в ужасные руки. То есть Бурятию, как говорится, пиши пропало или Бурятию нужно пожалеть. И действительно, то есть его правление, так скажем, там ознаменовалось тем, что он пытался там угодить всем местным элитам. Но в итоге элиты его не до конца приняли, потому что он брал больше, чем давал самим элитам. И сейчас нынешний президент Бурятии, которого назначили, он был с федерального ведомства назначен. Говорят, что он именно занимался разработкой такой системы Платон, которая, значит, собирает денежные средства от больших грузов. Да, 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 я знаю. Я-то считаю, что это было, конечно, понижение его как бы в должности. Но, с другой стороны, в свете войны в Украине теперь становится понятно, почему его туда назначили. Потому что он активно подготавливал всю эту инфраструктуру для того, чтобы как раз увеличить количество бурят в армии. Почему? Потому что в русской армии. Потому что при нем произошло вот тотальное уничтожение сельского хозяйства. То есть, при нем произошла такая система, когда Министерство сельского хозяйства перестало датировать. То есть, какие-то раньше колхозы, совхозы, что-то, что еще. То есть, обнищение населения массовое. Да, то есть, последние вот эти два товарища, они вот этим делом занимались. Конечно, высвободилось большое количество людей, которые, ну, оказались не у дел фактически. Потому что там часть, у нас очень такой трудный в климатическом понимании регион, да. То есть, рискованное, так скажем, земледелие. И не всегда людям получается хорошо вести сельское хозяйство там. Ну, наш... Давай что-нибудь быстро закруглимся. Да, давай. Ну, вот я не договорил, во-первых, про Батина, значит. Это то, что он после Совета Федерации, когда он отсиделся там, как штрафник, он перешел, опять же, в растех, в структуру растеха. И причем он там растет активно. То есть, это не просто в очередной раз его спрятали. И, собственно, да, вырисовывается такая картина, что национальные регионы, либо вообще все регионы России используют Совет Федерации, либо как вот такая почетная отставка перед окончательной утилизацией на пенсию, либо, значит, вот ссылают туда тех, кто наследил настолько, что уже надо как-то припрятать человека. Ну, я, в общем, считаю, что нам сейчас, то есть, нашим зрителям, которые находятся, нашим телезрителям, слушателям, да, слушателям, которые находятся там, в России, стоит все-таки фиксировать вот эти всякие преступления, которые эти так называемые элиты совершают, что в Татарстане, что в Бурятии. Почему? Потому что это очень важно. Это важно аудио-видео фиксации этих преступлений, даже в небольшом уровне, потому что все это делается с помощью людей, с молчаливого их согласия. Вся эта коррупция, смертоубийство, там, обнищание населения, соответственно, манипуляция через это. То есть все это нужно фиксировать для чего? Для того, чтобы передавать, во-первых, блокировать их средства за рубежом, потому что они их все равно прячут, так или иначе. Второе. Блокировать их недвижимость, создавать санкционные списки и всячески делать так, чтобы вот эта война, которую развязал путинский режим и его приспешники в виде элитариев внутри Татарстана и Бурятии, они были наказаны. Я согласен, и я добавлю, конечно, фиксировать надо аккуратно, потому что, в принципе, если сейчас россиянин способствует введению санкций против чиновников, его за это можно прижучить вплоть до уголовной ответственности, поэтому будьте осторожны, берегите себя, но вы можете, вполне этой информацией, делиться с нами анонимно. Да, друзья, давайте попрощаемся с вами. Меня зовут Зуртан Халтаров, мой гость Андрей Григорьев. Варшава, 21 июля, 18 часов. А сейчас давайте прослушаем небольшую композицию татарского рока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok